Как это могло произойти? Можете объяснить мне? Вы — дети разных миров. Как могло произойти это бракосочетание? Я расскажу. Но не сейчас. Когда? Потом. Потом, мама. Уж нет, уважаемый. Сейчас. Говори же, у меня терпения не осталось. Я смотрю сначала на тебя, потом смотрю на неё. И не могу никак сообразить мир за... Да, господин. Подготовьте ужин. Вечером у нас будут гости. Хорошо, господин. Лейла, а ты позови маму и сестру. Пускай на ужин придут к нам. Что? Брат, что они будут делать здесь? Мерзав. Какое они имеют право засидеть за нашим столом, а? Ты делай то, что я говорю. Пускай на ужин придёт твоя семья. Мы всё обсудим и расставим точки над «и». Пускай над «и». Спасибо. Хорошее заб Display. По-руже. direct Estaем я думаю не всегда жёна. Tay-п Лейла хотела всё рассказать, но брат Мирза пришёл и остановила её. Мы увидим. Мирза сам всё скажет. Интересно, что он скажет. Неверненько брат Мирза будет защищать Лейлу. Нет, нет, он не будет защищать, я не волнуйся. Мирза любит правду и говорит вам всегда правду. И мы таким образом узнаем правду. Мы знаем, что скрывается под этим браком. Слушай, мама, а ты хочешь, чтобы ты Лейла ещё и беременной стала? Ой, не дай бог. Я принесла им, Аллаха, пожалуйста, не вы мне такие вещи, Гюльсу, а? Я и так всё на нервах. Ты что, хочешь, чтобы у меня был сердечный приступ, что ли? Тоже у меня беременна. Если такое будет, что я буду делать? Как я избавлюсь от этой проблемы, ходячий? Слушай, знаешь, что говоришь? Нет, 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 такого не будет. Нет, 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 не дай бог. Хотя, когда ты выходил замуж за Феррата, ты тоже была беременна, но это другой вопрос. Ну что ты, мама, это что, одно и то же, что ли? Мы и так с Ферратом собирались пожениться, мы любили друг друга. Потом у меня произошёл выкидыш, однако. Эх, Гюльсу. Не расстраивайся, доченька, ладно, всё позади. Посмотри на меня. У вас будет другой ребёночек. Ну же, ну же, ну же, возьми себя в руки. Через пару часов мы узнаем всю правду. Мы узнаем, почему произошла эта молниеносная свадьба. А ты сейчас иди на кухню и займись подготовкой. Давай. Мам, почему я должна всё делать? Я старшая невеста, пускай та делает всё. Гюль, я тебе говорю не идти помогать, а подслушивать, подслушивать. Иди узнай, о чём они говорят, какие у них там вообще сейчас проблемы. Лейлай и Кисбан вполне себе ладят. Но как-никак два собака пара у неё в крови это... Иди посмотри, о чём они говорят, напряги уши своим. Да, ты права, мама. Я пойду и буду там рядом, а я пойду проведаю мерзу. Перед тем, как придёт твоя мама, я, пожалуй, его выслушаю. Я тоже должна быть наготове, ведь так? Мне нужен более точный отчёт. Каждую трату вы зафиксируете здесь. Будет видно, кто, куда и сколько потратил. Здесь в расчётах есть ошибки. Как это на неделе? Завтра утром на столе будет. Понадобится будь работать всю ночь. Кто тебя разозлил? Работит в компании. Есть у нас черепашки там, я пытаюсь сейчас их ускорить. Ты всегда всё сделаешь на высшем уровне. Но сейчас давай на время забудем о бизнесе и рассмотрим то, о чём ты собираешься поговорить вечером. Вечером узнаешь бабушка. Внучок, твоя мама очень много всего оскорбительного сказала Лейли. То, что она сказала, не так уж и легко забыть. А это разве не нормальная реакция? Всё, ведь слишком быстро произошло. Она только узнала о Лейли. Нормально, что она так реагирует. Не злись на неё. Я ни на кого не злюсь. Я просто не хочу, чтобы расстраивалась Лейла. Твоя мама давит на неё и... Это меня и тревожит. Лейла недавно пришла в этот дом. Мама здесь живёт уже много. Это нормально, что она волнуется за меня. Молодец, мой сыночек. Да, говори. Ты... Почему ты защищаешь Лейлу? Да. Я защищаю Лейлу, потому что она нуждается в защите. Лейла, что, не способна защитить тебя, что ли, бабушка? Конечно, она может себя защитить. Я не это хочу сказать. В этом доме она новенькая. К тому же она очень наивна, очень чиста. Поэтому она нуждается в моей защите. Будто мы не были наивными, чистыми людьми. Ты наших мам заставляла плакать. Ты несправедливо поступаешь, бабушка. Что я значит, несправедливо поступаю? Я лишь хочу, чтобы ты защищал свою жену. По отношению к кому несправедливо поступаю? Ты выбираешь любимчиков, бабушка. Ты хочешь защищать Лейлу, но при этом плохо относишься к Гюльсюм и к маме. Молодец, сыночек. Давай, говори, говори. Я этим не занимаюсь. Я просто пытаюсь сохранить порядок в этом доме. Фердевс невестка номер один. Гюльсюм невестка номер два. Но Лейла самая новенькая, третья. Твоя мама и Гюльсюм уже давно основались здесь и многому обучились. Есть кое-что, что ты упускаешь. Лейла сейчас только учится. Поэтому она нуждается в моей защите. Послушай, бабушка. Говорю тебе еще раз. Ты считаешь, что Лейла новенькая? Хочешь ее оберегать, но... И ты ему расстраиваешь других. Так нельзя. Непорядок будет в доме. Не надо так. А теперь говори давай, госпожа Седед. Говори. Мерза. Послушай меня. Я не хочу спорить, бабушка. Вечером поговорим за столом. Послушай, ребенок. Если Лейла узнает о нашем с тобой договоре, она будет очень расстроена. Ты не скажешь всем, что ты стал мужем Лейлы взамен на акции, которые я тебе переписала. Она будет раздавлена, и мы не сможем ее потом утешить. Ясно? Это грех. Что происходит? Чего она так тихо говорит? Да? Ничего же не слышно. Фрат. Мама. Я как раз хотела вас проведать. У вас есть особые пожелания на вечер? Нет. Особых пожеланий на вечер у меня нет. Что случилось, мама? Гюль Сюм. Я теперь уверена, почему Мерза стал мужем этой девушки. Почему же? Наверняка это из-за давления со стороны госпожи Седед. Мама, а с чего ты взяла это? Она так защищала Лейлу. Ты бы слышала это, будто Лейла ее собственная дочь. Мерза наверняка стал мужем ее из-за давления госпожи Седед. Вот увидишь. Сегодня на ужин он это раскроет. Ой, мама. Если он скажет это при всех, то Лейла будет опозорена? Ничего, ничего. Пускай опозорится. Это то, что ей положено. Пускай опозорится и уйдет отсюда, чтобы я уже избавилась от этой неприязни в ее лицо. Очень надеюсь, мама. Очень надеюсь. Пойдем, спустимся вниз. На кухню. Интересно, что же скажет Мерза. Тоже мне деньги нас нужны. Надури или обманули. Детка документы подписала, чтобы они не заткнулись. Они все еще вякают да тявкают, невоспитанные. Алло, Лейла. Дитя мое, как ты? Послушай меня. После того, как я ушла, они никак не обидели тебя? Послушай, если они что-то сделали, скажи, я заберу тебя. Мам, успокойся, со мной все нормально. Послушай, если бы ты не сказал мне уйти, я бы устроил им ее в виду. Мама, все нормально со мной. Ладно, ладно, хорошо, дитя мое. Послушай, если есть что-то, о чем я не знаю, и ты не говоришь мне об этом, чтобы я не расстроилась, кинуть, я помру от обиды. Мам, правда, со мной все нормально. Пожалуйста, ты тоже успокойся. Ладно, ладно. Но если что-то случится, ты скажешь мне, ладно? Хорошо, мам, хорошо. Подожди, я позвонил тебе для того, чтобы позвать тебя на ужин. А какой ужин? Мирза попросил. Тут мы все вместе прекрасно поужинали. Да знаешь, не надо. Не надо. Не надо, не надо, не надо. Я не смогу смотреть на лицо этой женщины. В этот раз что-то не то произойдет, и ужин будет испорчен. Не надо, не надо. Мама, ну пожалуйста, Мирза попросил. Он сказал, пускай соберется вся семья, мы должны кое-что обсудить. О чем он с нами-то будет говорить? Если ему так не имется, пусть своей мамой-ведьмой поговорит. Какая мне разница? Мам, пожалуйста. Я тоже не знаю, о чем он будет говорить. Пожалуйста, приходите, чтобы не было напряженных моментов, ладно? Ладно, ладно. Хорошо, доченька, хорошо, мы придем. Из-за уважения к тебе мы вновь будем терпеть этот бессовестный эфирдес, ладно? Мама, держи себя в руках. Я знаю, ты очень зла, но... Пожалуйста, держи себя в руках, ладно? Ты ведь права, не надо выставлять себя виноватой из-за эмоций. Ладно, ладно, хорошо, ты не волнуйся за меня. Ну хорошо, как ты позвонишь, мы сразу придем, ладно? Да, все, давай, кладу трубку. Мам, что происходит? Твоя сестра позвала нас на ужин, мы пойдем. Нет, мама, глупости какие-то. Я больше не сяду за стол, ты вонючая женщина. Денис, быстро одевайся. Дядечка позвал, поэтому мы пойдем. Зачем же он позвал нас? Денис, я и так вся на нервах. Еще тебе что-то объяснять. Боже мой, не надо. Если мы не пойдем, подставим сестру твою. Давай, мама. Сестра, что не знаешь, что сделала эта женщина нам? Как она вообще может назвать, а? Денис, она была вынуждена, поэтому и позвала. Боже мой, а ну давай, иди. На день самое прекрасное, что у тебя есть. Давай, не утомляй меня, ну же. Боже мой. Посмотрим, что еще с нами сегодня случится. Мама, ну для ужина это подойдет. Но тебе, кажется, не подошло. Кажется, ты не совсем помечаешься. Когда в последний раз ты надевал это? Но, по-моему, в кифиге. Уже дочь в кифиге пошла в школу. Да, много времени прошло. Да, как-то немного сузилась, да? Я неправильно, видимо, постирала. Мам, может, ты просто потолстела? Не глупи, дочь. Боже мой, было бы так, я бы узнала об этом. Я у меня тот же вес. Ты давай застигни молнию. Ладно, мама, поняла, сейчас сделаю. Давай, я втягиваю живот. Ну что, все? Но, мне все же кажется, тебе не стоит это надевать. На ужине тебе будет неудобно, будет проблемой для тебя это. Может, что я могу поделать? Впервые мы пойдем на семейный ужин, и я надел это, и это самое прекрасное было. Ты лучше на себя посмотри, нарядилась, будто идешь в продуктовый. Надень что-нибудь нормальное, ну же. Мама. Что бы мы ни поделали, эта госпожа Фердевс и так будет причинять нам боль. Какой смысл для этого наряжаться? Мне кажется, ты тоже особо не заморачивайся, и пойди в чем-нибудь нормальном. Доченька моя дорогая, я и так вся сейчас на нервах. Меня и так жутко плохое настроение, потому что я вижу эту ведьму Фердевс. И так, из-за твоей сестры мы поучили в каких-то непонятных проблемах. Давай ты тоже не будешь меня нервировать. Хорошо, ребеночек мой? А теперь давай что-нибудь человеческое надень на себя. Давай. Иди, дитя мое. А я чаю наливаю. Подожди, я положу. Ты иди. Подожди, невестка, подожди. Я... не надо помогать, я не привыкла к такому. А я не привыкла стоять и смотреть, когда кто-то работает. Найдем какой-нибудь компромисс. Спасибо, младшая невестка. Слушай, господа невестка, если ты неправильно не помешаешь, я хотела бы задать тебе один вопрос. Конечно, прошу, задавай. Что же нам поведает вечером господин Мерза? Что значит, он раскроет тайну заключения вашего брака? Разве вообще такое может быть? Я ничего не понимаю. Если ты что-то знаешь, можешь рассказать? Я тоже ничего не знаю. Все узнаю вместе с вами. Боже мой. Вы разве никак подобает вы или брак в сочетании? Ну да, конечно, немножечко, но... Бабушка увидела меня, и ей понравилось. Потом пришел Мерза и сделал мне предложение. Ну вот, как-то так мы и поженились. Ну, а что здесь можно объяснять и пояснять? Не знаю. Значит, явно здесь есть что-то нечистое. Что-то такое, о чем мы не знаем, что нам расскажут. Да, это так. И мы узнаем, что происходит. Добро пожаловать. Прошу, проходите. Приветствую, дитя. А, немного медленно. Ничего страшного. Мы, конечно, беспорядок устроили. Добро пожаловать. Приветствую. Добро пожаловать. Приветствую. Надеюсь, все будет хорошо, родственница. Добро пожаловать. Приветствую, Женя. Приветствую, дядюшка. Прошу, проходите. Я тоже скоро приду. Мама, добро пожаловать. Сестра. Мама, а тебе не кажется, что это туго слишком? Женя, может, что-нибудь другое. Слушай, не надо начинать. Нормально все получилось. А, слушай, куда мы будем проходить? Давай, покажи. Пройдем, мама. Нам вот туда. Слушай, видишь, как много здесь лестниц, да? Боже мой. Боже мой. Ой, Гюль. Ну, пускай лопнет, немножко посмеемся. Мам, я пойду и помогу сестре. Давай, иди, дитя. Ой, Гюль. Я поднимусь в комнату, а то я что-то нервничать начинаю. Сестра, давай помогу тебе. Ты сиди, дорогая, я все сделаю. Сестра, что расскажет нам дядюшка Мерза? Ну, я не знаю, сестра. Поживем, увидим. Ты отнеси это, а я разберусь с супом и вот с этим всем. Всем добрый вечер. Мне очень жаль, это произошло случайно. Да ничего страшного. Ой, я принесу тряпочку. Да пусти, пусти. Ты только хуже делаешь. А ты научись смотреть по сторонам, а? Да мы не видели, это произошло случайно. Это случайность, Гюль, не преувеличивай. Молчи, Фрак, молчи. Ты писай на себя. Пойдем, я все сделаю. Простите. Все я чапачкала. Она наверняка специально сделала, наверняка. Зачем я специально это делаю? Ты смотришь, что несет, а? Ладно, сестра, не обращай внимания, не лезь в это дело. Пойдем. Я помогу тебе, в одиночку тебе будет сложно. Не надо. Кес Бан сделает. Я даже говорю, она маленькая невестка-то не слышит. Ладно, ты можешь идти. Хорошо. Не уставай. Для начала я хотел бы поблагодарить всех за то, что они явились. Наша свадьба с Лейлой произошла внезапно. Все были поражены. И у всех есть свои вопросы в голове. Я это знаю. Именно поэтому я позвал вас сюда, чтобы обсудить это. Он начал говорить до того, как пришел суп. Он настоящий бизнесмен. Летка, молчи. Денис. Я о другом говорила. Уздоровление тебе, Денис. Нас расстраивает твой недуг. Но будь спокойна. Мы делаем все, чтобы ты выздоровела. Спасибо, брат Мирза. Однако я... Не перебивай меня. Это связано со здоровьем. Со здоровьем не шутят. Нам скорее нужно провести операцию. Я хочу этого больше всех остальных. Ладно. Давай закроем этот вопрос. Хорошо, мы договорились. Мирза. Мы что, тут фонд какой-то, мама? Если это связано с деньгами, даже не думай. Лейла моя жена. Мои деньги. Деньги Лейлы. Денис, сестра Лейлы. Она моя родственница. И моя сестра тоже. И ради ее счастья, ну, деньги не имеют значения. Ты услышала? А сейчас перейдем к настоящей причине того, что мы здесь собрались. Почему мы с Лейлой стали мужем и женой? Да. У нас с Лейлой очень быстрая была свадьба. Когда моя мама пришла домой, она узнала, что у нее появилась еще одна невестка. Лучше бы я не узнала это. Господа Донда тоже об этом не знала. День в день она узнала о том, что у нас будет свадьба. И у нас она случилась. Первая часть моя мама, а потом все остальные. Вас всех очень тревожит. Причина такой скорости. Ну да, брат, и мы имеем на это право. Мирда, дорогой, спасибо, что ты понимаешь меня, однако... Давай ты поскорее ответишь на вопрос. Я скажу. Лейла. Можешь стоять на ноги. В первую часть вы кое-что выпускаете. Я не первый раз слигал Лейлу. Родители Лейлы работали на нашей ферме. Покойный дядя Мехмед был хорошим другом для моего отца. Они общались очень хорошо. В кратчайшие сроки мы недавно познакомились с ней. Мы давно знаем друг друга. Слушай, вы тогда были детьми, детьми. Мам, если позволишь, я продолжу. Ладно, ладно, я молчу. Давай поскорее рассказывай причину вашего брака сочетания. Как так получилось, а? Это не быстро произошло. Говорю же, до этого я знал Лейлу. Видите это кольцо? Это кольцо – символ нашего брака. Символ нашего единства. Нескончаемая связь. Моя бабушка увидела Лейлу, и она ей понравилась. Она посчитала, что она достойная невестка. Каждое слово, сказанное моей бабушкой, для меня как приказ. Я исполнил этот приказ. Я благодарю тебя, бабушка, за то, что ты вновь нас с Лейлой соединила. Доченька Лейла – для нас самая подходящая невестка. Добро пожаловать, доченька. Ну а сейчас вас всех интересует, к чему мы так торопились. Ответ прост. Я не люблю все эти развлечения. Как и Лейла. Однако, секунду, секунду. Без празднования нельзя как-никак об этом мечтает каждая девушка. Мама. Лейла отличается от других девушек. Вам нужно это понять. И это то, что ты хотел нам сказать? Да вот этот вечер ты устроил из-за этого? Мама, если у тебя есть вопросы, так задавай их. Отныне, вы знаете, почему мы поженились и как мы поженились, вам все известно. Лейла – моя жена. Вы это признаете? Не будете оспаривать мое решение? Прошу, Лейла, присаживайся. В этом доме больше не будет недопониманий и ссор. А человек, нарушивший это, будет наказан. Я возьму Лейлу и мы покинем этот дом. Мама. Ты не должна любить Лейлу. Но и смысл нормально общаться. Из-за того, что я стал твоим мужем, я не обязан любить тебя. Теперь каждый будет уважать друг друга. Тот, кто неуважительно относится к Лейле, неуважительно относится и ко мне. Этот человек будет наказан за это. И, по-по-по-по-по, и мы, в этом доме не хотим быть. И мы, в принципе, это не adjusting. Субтитры сделал DimaTorzok